Всем доброго дня суток, дорогие мои подписчики и, конечно же, гости моего канала, если вы впервые заглянули. Сегодня я решила сделать видео на тему моего первого заказа с фирмой, которая называется HelloFresh. Вот такой вот флайер я уже не первый раз получаю по почте, то есть нахожу в своем почтовом ящике. Вот такой вот флайер, и здесь вот вы видите два купона на скидку 150 долларов. Ну, я как-то смотрела на них и, ну, думала, мало ли, я не знаю, я никогда не пользовалась, поэтому, честно говоря, как-то не решалась. Потом я почитала комментарии, почитала отзывы других покупателей, и утверждают они о том, что так же, как и на самом веб-сайте этой фирмы, написано, что мы помогаем вам сохранить ваши финансы и ваше время, ваше время. Конечно, иногда времени не хватает на то, чтобы быстро поехать после работы в магазин, но сейчас уже теплее, а когда зима, снег, и ехать куда-то после работы уже и темно. Ну, ну, хотелось бы, конечно, чтобы время было сохранено и чтобы это доставили уже к моему блогу, к моей двери. Вот сейчас приехал Фидекс, прислал мне мою, привез мне мою первую посылку. И я решила с вами поделиться и заодно узнать ваше мнение, может быть, кто-то живет в Канаде или в Америке, кто-то уже пользуется, кто меня смотрит, кто-то уже пользуется этой фирмой или похожей фирмой, и может поделиться своим опытом, своими впечатлениями о блюдах и вообще, выгодно ли это, стоит ли это заказать. Ну что, давайте будем открывать, я уже ее открыла, эту коробку распаковала. Достаточно большая коробка, она очень тяжелая. Значит, есть веб-сайт, есть их приложение, которое можно скачать в веб-сайт, значит, на телефон. И у них есть опции, значит, 2 человека, либо 4 человека и от 1 до 5 блюд. Я решила заказать, значит, на 2 человек 5 блюд. То есть, в итоге у меня получается, в общем, 10 блюд. Это, значит, готовые наборы. Все они кладут здесь, как я почитала на веб-сайте, индивидуально упакованно, в вакуумной упаковке. Я считаю, что это должно быть намного экономичней, потому что покупать, конечно, например, зелень большими пучками, что у нас стоит около 2 долларов. Вот, посмотрите, где вы покупаете. Доллар 50, доллар 30, может быть, где-то и больше, где-то меньше, если вы хотите биологическую приобрести. Морковь, целую упаковку покупать, картошку или что-то еще. Вот, это стоит. Иногда, ну, не все используешь, это все лежит, и потом приходится в итоге все это выбрасывать. Ну, давайте будем открывать и посмотрим, что здесь внутри. Коробка большая, очень большая. Так вот, здесь, значит, это, я так понимаю, тоже дополнительные купоны, которые я могу использовать в дальнейшем. Вот такой вот, здесь вот они, одна отрезной линии, вот так вот. Это я потом разберусь. Вот такой вот вкладыш здесь, что здесь написано, что вы можете выбрать, значит, любой из, сколько у них здесь блюд, я точно не знаю. Я потом посмотрю, что все они покупают, все покупается, значит, с ферм, и, в общем, все чисто, вкусно и полезно. Так, а здесь у нас что? А это у нас, значит, вот эти блюда, которые я заказала на, в этой первой коробке и на следующую коробку, значит. Вот, например, мой заказ, это пицца с курицей барбекю. Вот здесь видите фотографию, здесь, значит, список тех продуктов, которые входят в набор. А здесь сзади, значит, указано, что, сколько килокалорий, сколько там всего, в общем, всяких ингредиентов и так далее. И здесь вот пошагово, я не знаю, если вам видно, пошагово, значит, как приготовить это блюдо. Вот здесь вот они все разные. Все то, что я заказала, по две штуки. Ну что, первое впечатление, конечно, все так аккуратно, все красиво, ярко. И даже в дальнейшем, если вдруг я решу отказаться от заказа этой фирмы, то я могу использовать вот эти вот блюда. И даже мы можем что-то с вами приготовить, возможно, кому-то это понадобится. Ну, будет интересно это предъявить. Так вот, вот так вот индивидуально упаковано каждое блюдо, набор. Например, вот здесь вот курица, вот эта самая пицца, курица, барбекю, пицца. Здесь все самые необходимые. Все, что входит в это блюдо, упаковано на двух человек, упаковано вот в такую индивидуальную упаковку. Вот еще здесь упаковка. Здесь у нас что? Здесь у нас равиоли. Здесь у нас есть бургер, потому что мой сын очень любит бургеры. Пять упаковок. Здесь у нас, значит, бекон. Вот видите, как я и говорила, все индивидуально упаковано в вакуумную упаковку. Здесь, наверное, штук, штуки четыре полосочки бекона. Я считаю, что это намного выгоднее, потому что бекон стоит недешево, смотря какая фирма, сколько вы хотите купить, какой фирмы хотите купить. Ну, примерно, может быть, в пределах от шести до девяти, от семи до девяти долларов, чуть-чуть больше, может быть. Так, здесь, значит, индивидуально упакованное мясо. Это свинина. Вот, все произведено, произведено, извиняюсь, в Канаде, без использования антибиотиков и всего прочего. Здесь у меня, значит, фарш говяжий. Вот такая тоже упаковочка, 250 грамм. Здесь у меня равиоли с тыквой. Вот такая вот упаковочка, 500 грамм. А это курица, грудка курицы, две штуки. Тоже, видите, все упаковано. Так, здесь я вижу у меня чеснок. Скорее всего, мне это пригодится для блюда. Давайте откроем одно блюдо, посмотрим, что здесь есть. Я уже его открыла, чтобы времени не терять. Так, это у меня что? Это у меня, значит, мясные шарики из свинины с грибами, в грибном соусе. Вот у меня здесь упаковочка грибов. Видите, индивидуально упакована. Ну, здесь грамм 200, наверное. Так, здесь у меня две картошки. Вот я о чем и говорила, видите. Вместо того, чтобы покупать большую упаковку, вот две готовые картошечки. Так, тут у меня набор из овощей. Нарезанный лук, морковь и, я так понимаю, это сельдерей. То есть, уже все нарезано и готово к обжарке. Это у меня сыр пармезан. Ну, сколько здесь? На вес, может быть, 75 грамм, может быть, 100 грамм. Нет, написано 28 грамм. Пармезан очень дорогой. Покупать его большую упаковку, ну, я считаю, невыгодно. Потому что, ну, как часто мы пользуемся им? Ну, может быть, раз, два раза в месяц, три раза в месяц. А это вот для этого блюда то, что мне нужно. Так, здесь у меня какие-то приправы, какая-то чесночная. Так, это что у меня здесь? Бульон, куриный бульон. Вы посмотрите, как красивая маленькая упаковочка бульона. Так, это у меня панировочные сухари. Такая вот маленькая упаковочка. И последние два ингредиента. Это горошек. Скорее всего, он был замороженный, он немножко подтаял. И соевый соус. Вот маленькая вот такая вот упаковочка. Совсем малюсенькая. На одну чайную ложку. Потому что такую вот бутылку покупать соевого соуса. Я им часто не пользуюсь. Тоже, опять-таки, может быть, к суше или что-то такое. И оно будет встать в холодильнике. А это вот так вот выглядит. Вот, мы посмотрели, с вами открыли один набор. Все я сейчас открывать не буду. Я просто хотела вам показать примерно, что из себя представляют эти наборы. В дальнейшем я, возможно, приготовлю и покажу, как это, и поделюсь с вами своим опытом. Легко ли это готовить быстро, сохранить ли мне это время. Ну и вообще, хотелось бы услышать, если кто-то пользуется услугами этой или похожей компании, если это действительно выгодно, если люди пробовали, если это вкусно и так далее. Ну вот, пожалуй, все. Просто решила поделиться с вами своим первым опытом заказа от этой фирмы. Я обязательно поделюсь видео, когда приготовлю одно из этих блюд. И расскажу мои впечатления о этой фирме. Ну, пожалуй, все. Сейчас я все это положу в холодильник, в морозилку. И спасибо большое, что вы со мной сегодня провели время, послушали меня. Всего вам самого лучшего, всего самого хорошего. Мира, любви, здоровья. Всех благ. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok